Здравствуйте, господа! Начинаем сегодняшний вебинар по пятницам, который называется «Эзотерика с Андреем Дуйко». Я рад вас сегодня здесь всех видеть. Наш сегодняшний вебинар называется «Эзотерика. Психология саморазвития. Обряды и советы». Ну и я буду рад с вами пообщаться. Конечно же, прежде всего я это делаю с задачей ответить, конечно же, на ваши вопросы, быть частью вашей жизни и, наверное, всеми мне возможными способами помогать, как ученикам, так и обыкновенным людям. Итак, давайте начнем. Римма Смирнова. Добрый вечер, солнце. Да ладно, вы наши. Спасибо вам за знания, счастья вам. Ой, как приятно. Ну, не все считают меня солнцем. Я смотрю, что в очередной раз мой канал в YouTube, даже три канала в YouTube, почему-то перенесли в теневой бан. Сегодня определили, по какому запросу, по какому слову, откуда это произошло. Неприятно, конечно. Ну что ж, если это пугает такие большие корпорации, как Google, это говорит о том, что мы на правильном пути. Все в порядке. Наталья Филиппова. Здравствуйте, уважаемый Андрей Андреевич. Я травмировалась в Испании. Надежда только на бизнес. Но денег у меня на него нет. Если нет денег на бизнес, то бизнеса тоже нет. Поэтому надежды ваши, они непонятны. Каким образом я могу реализоваться материально в этой стране? В случае, если у человека нет физического тела, он травмирован. Если у него нет денег для занятий бизнеса, если он работать не может, что остается? Остается переложить свои заботы на плечи мужчины. Тогда что нужно делать? Любовь спасет мир, как сказал Достоевский. Поэтому, возможно, это может являться для вас единственной возможностью. Что еще вам можно предложить? А вообще, почему такое происходит у людей, что люди до возраста 45-50 лет ничего не имеют? Знаете, я недавно был на встрече, и у меня там близкие были. И вы знаете, я понял, что мы совершенно по-разному воспринимаем нашу жизнь. Воспоминания у меня прекрасные Нового года нашей семье, а у моей сестры другие воспоминания. И знаете, я понял, что мы по-разному как-то воспринимаем жизнь, даже воспринимаем воспоминания. И мне пришла идея такая. Вы знаете, что в тотальности или тотально изменить свою судьбу можно, если каким-то образом изменить воспоминания. Почему? Уже настолько развита у нас психика, и настолько мы уже знаем всевозможные методы изменения своей психики, что можно воспользоваться какими-нибудь приемами психологическими для того, чтобы в будущем изменить свою судьбу. Ведь, как сказал Будда Гаутама, из прошлого первопричины, восприятие первопричин формирует, наверное, будущий опыт. А он, видимо, был нарушен, потому что, как сказал Эрик Эриксон в восьми ступенях своей психологии, видимо, опыт раннего возраста, среднего возраста и так далее, не дал возможности сформировать. А травмы психологические этого времени, они, скорее всего, создали вот такие причины того, что у человека что-то не получается. Можно ли это как-то изменить? Я могу вам сказать, если каким-то образом изменить свое восприятие прошлого опыта, изменить его на моментах, и здесь очень важно, праздников, праздников. И второе, на моментах травм, то есть нужно запомнить моменты праздников и моменты травм. Если видоизменить каким-то образом психологические воспоминания об этом, то можно тотально изменить в дальнейшем свою судьбу. Я хочу, возьмем какой-нибудь метод, слава богу, методов мне очень много известно. Допустим, метод, как его звали, Артура Бека, Артур он был или нет? Арон Бек. Арона Бека, когнитивная психология, и, допустим, это же как бы его методы, когда человек может найти конструкции, и после чего изменить к ним отношения, или второе, найти эти конструкции и убрать из них когнитивный, как это называется, возбудитель. То есть, видимо, какие-то травмовые ситуации психологические, которые есть у вас в вашем прошлом опыте, мешают быть вам счастливыми сейчас. И недооцененность, которая формировала у вас убеждения на протяжении жизни, недооцененность дня рождения, недооцененность вас, недоверие, отсутствие коммуникации, сформировало как раз то, что вы на сегодняшний день сумели получить. Можно ли это каким-либо образом изменить? Ну, давайте воспользуемся все-таки методом когнитивной психологии, и я вас научу, как правильно все изменить. Как бы вплетем сюда эзотерику, а также грубо переделаем вот такие, наверное, идеи, связанные с Ароном Беком и его когнитивной терапией психологической. Итак, что мы сделаем? Смотрите, вам необходимо сесть. И первое, что представить. Представить, будто вы видите какой-либо праздник. То есть вы видите какой-либо праздник в виде того, что происходит. Допустим, там, мама с папой вас поздравляют с Новым годом или вас поздравляют с днем рождения. И вы знаете, что так никогда не было. У вас никогда, допустим, не было там ярких представлений, хороших поздравлений, отец все время плохо относился к маме или не было отца или еще что-то. Что нужно сделать? Нужно вспомнить тот опыт, который у вас был там. День рождения или Новый год или еще что-то, было так. Хотя очень часто, наверное, не с этого стоит начинать. Это как бы отставим на потом. Наверное, если человек вспоминает, то он, скорее всего, будет вспоминать более, чем что-либо, это травмирующую ситуацию. Итак, давайте вспомним какую-либо травмирующую ситуацию. Допустим, вы спите, вас будет от крика, отец с мамой ругается, к вам плохо относится или мама кричит на вас с вытраченными глазами и так далее. То есть наиболее ранимое. Либо насилие какое-то происходит, нравственное, эмоциональное, физическое и так далее. Переживаем это, смотрим мысленно на это и говорим, да, это было со мной. После этого представляем, будто указательным пальцем, делаем квадратик, обводим это и как слайд берем вот так, достаем, трясем и выбрасываем в мусорку. И после этого представляем, будто мы видим, как мама обожала отцам, она села ему на коленку, там, поцеловала его в щеку, сказала, ой, наша доча или наш сыночек, после этого вам подарили подарочек, после этого вас обняли. И говорите, с этого момента мое воспоминание будет таким, да будет так, ангелы мне помогут, это уже придумывая, ну или там пусть будет так, я видоизменяю данную картинку. Таким образом, вы фактически одновременно убиваете двух зайцев, одного, вернее, убиваете травмирующий опыт, а второе навязываете себе, таким образом, изменяете конструкцию трех элементов, это ваше восприятие травмы, вашу идею восстановления, изменение к ней отношения и когнитивный опыт, который хранится в этом месте. Смотрите, что необходимо проработать. Прежде всего, вы должны вспомнить травму, когда вас там заклевывали или обижали в школе, или там родители, или еще кто-то, и изменить картинку. Да, это было в моей жизни, но я это выкидываю. Теперь, было вот так, и говорите, и представляете для себя, как это было. И это вставляете себе прямо в мозги, в виде картинки. И потом говорите, нет, так как было, было, не было, было так, как я себе придумала. Если сделать так, то очень быстро изменяется практически все в жизни. Это один из самых мощных таких перцентаптуальных, наверное, идей, которые могут очень ярко изменить вашу психику, первопричину вашей психики, и ваши отношения, в том числе чувственное, в том числе нравственное, в том числе эзотерическое, то есть изменить цвет ваших слоев, отношения вашей души, настроить вот эти вот 7 или 8 уровней вашего восприятия, улучшить коммуникации, улучшить восприятие, брать ответственность на себя, верить, что все мужчины хорошие, знать, что женщины не только, быть тем человеком, который получил заботу, любовь, радость, хотя, может быть, этого в вашей жизни никогда не происходило. Вот такой, может быть, видоизмененный опыт с применением сублимированной эзотерики и когнитивной психологии Аурона Бека. Прикольно получилось. Конечно, не забрасывайте меня особо тапками и даже шерстяными носками, я ни при чем. Я также хочу вам сказать, что, скорее всего, такого метода у Аурона Бека не было, но, тем не менее, мы видоизменили. Пусть это будет когнитивная психология изменения восприятия мира или изменения жизни Аурона Бека и Андрея Дуйко. Все, пусть так будет все. До с этого момента пусть так и будет. Неля Бармина. Вот это наплел, да? Добрый вечер, Андрей Андреевич и ваша ученица. Спасибо за учение. Скажите, как помочь сыну? Не работает, сидит дома, нервничает. Какая работа ему подходит больше? Ему работа подходит больше, когда он будет выходить из дома. Какая это работа? Это работа по переездам. Знаете, какая есть хорошая специальность, где он сможет реализовать себя? Эта хорошая специальность называется на поездах, как их называют, проводником работает. Дальше хорошая работа для него может быть. Вообще его работа, она может быть хорошо связана с вождением, везением. Также там с логистикой. Это строительная логистика, если такая есть. Складская логистика. Может быть, транспортная логистика и так далее. Где он может быть побольше или подольше вне дома и где он может чувствовать себя начальником? А в логистике, завскладом и так далее это люди, которые всегда чувствуют себя начальником. Ему это подходит. Как ему помочь? Ну, давайте какой-нибудь обряд. Какие бывают элементы, которые делают детей вот таких? Первое, это порча в доме. Такое бывает, и порчу в доме можно устранить. Сейчас я расскажу, чем. И второе, это может быть еще... Это может быть порча в доме, а это может быть наведенная порча, это может быть проклятие, это может быть психическое заболевание с проникновением человека. Что я вам рекомендую делать? Можно провести обряд экзорцизма. Вот хотите, вот я сейчас его вам расскажу, как его можно сделать. Обряд экзорцизма описан в определенной книге, который называется Упанишады, обряды Саман, и он называется, по-моему, Гуштари. И данный обряд, он действительно очень эффективный. Выполнять такой обряд необходимо исключительно на начинающуюся луну, то есть, когда уже луна начинает расти. Вот рассчитать вот этот первый день после того, когда луны нет, и после этого первая луна, или первый лунный день. На восходящую луну делается. Что необходимо? Дай бог памяти, сейчас расскажу. Итак, необходимо приготовить специальные ингредиенты для проведения обряда, который может помочь от экзорцизма, то есть, если в нем есть психическое заболевание, без какой-нибудь и так далее, то таким обрядом можно убрать. Человек любой может провести, главное сделать правильные ингредиенты. Как они делаются? Необходимо, дальше очень смешно это все звучит, и, конечно, не для YouTube, а для закрытых таких методов. Знаете, даже объяснить с позиции здравосмысла нельзя. Опять-таки, хочу сказать или извиниться, хочу сказать, что это не мой обряд, я его не выдумал. Он существует, правда, и он есть. И его широко используют те, кто знает. Почему он действует? Каким образом это работает с человеком? Я, к сожалению, сказать вам не смогу. Итак, гухари-обряд, что делается? Берется, берется коровий навоз и на костре сжигается вместе с дровами в небольшом количестве. После чего, когда это все остывает, необходимо пепел собрать и данный пепел, его смешать, сделать, добавить воды и замешать шар. Он должен быть такой, чтобы помещался в правой руке, отжать его. После этого в него необходимо положить железный гвоздь вовнутрь и положить медный пятачок или любую медную монету. Но обязательно монету. Там основа не в монете и не в меде. Она связана с тем, что мелкие деньги их чаще трогают. Но там в этом обряде говорилось о медной монете. То есть, медную монету все-таки лучше положить туда. После чего, когда вы сделали из этого шарик, то ни гвоздь, ни монетка, они не должны выпадать. После этого вот это все необходимо смешать с куркумой желтого цвета. Это корень такой. Можно купить порошок куркумы. Сколько куркумы? Шарик должен быть по идее желтенький. Поняли? После чего необходимо взять данный шарик и 21 раз вечером где-то в 17-18 часов с 17 до 19 до 20 вечера даже вот так скажу перед заходом солнца. Вот смотрите, только начинает вечереть. Вот у нас в моем регионе сейчас темно уже становится в 6. Вот между 5 и 6 необходимо провести такой обряд. Взять этого человека, посадить, попросить его, чтобы он закрыл глаза, взять вот такой шарик и вот так обвести вокруг человека этот шарик. Сделать так 21 раз. Раз, два, три. После чего здесь два варианта. Первый вариант вынести на улицу, положить где-то возле перекрестка на траву или еще куда-либо. Поверьте, животные это есть не будут. Муравьи там или какие-то мухи это растянут, там или птицы поклюют. Ни птицам, ни мухам, никому зла это не принесет. Гвоздь где-то там упадет и в дальнейшем сгниет, а пятачок возможно кто-то найдет. В этом ничего страшного нет. Это никуда не передастся, никаким образом не создаст никаких плохих условий для человека, не является ничем плохим и обряд имеет такой глубокий даже эзотерический смысл. Обычно такой обряд делается двумя способами. Если тяжелое психическое заболевание, то делается 21 день подряд одним и тем же шариком просто в него просто в него добавляется водичка, чтобы он был мокрый в руке. Или делается один раз, 21 раз, выносится, ничего не произносится, человек должен положить где-то на перекрестке или на каком-нибудь углу, или возле угла какого-нибудь дома, так, чтобы там не ходили люди желательно. И когда это вы все положите, необходимо не поворачиваясь назад, ни с кем не общаясь и стараясь здесь самое важное не посмотреть назад, прийти домой. Вот таким образом обряд заканчивается. Девушка когда-то написала Андрей Андреевич, у меня такое ощущение как будто постоянно духи преследуют и ко мне ночью дух приходит, я как будто что-то вижу. Да, такое может быть. Это называется духом печах или печал. И такие духи могут жить в доме, они агрессивно относятся, они могут быть духами убиенных мужчин, замученных, которые не могут переродиться и могут нападать на женщин. Да, действительно, такие духи бывают, как избавиться от него. Необходимо взять землю, обычную землю с улицы, такую, чтобы на нее не писали собаки, я не знаю, есть такая земля, ну где-то ж можно в лесу взять. Такую землю необходимо взять и в тот момент, когда вы почувствуете и увидите такое существо или почувствуете его, необходимо взять эту землю и швырнуть в него. После этого, когда вы швырнете такую землю, необходимо сказать Агла, первое слово, второе, ангел, и третье слово Аллаха, Агла, ангел, Аллаха. И после этого взять колокольчик или бубен, или какой-нибудь громкий звук, открыть двери, походить по всем комнатам, позвонить, и когда будете закрывать дверь, то немножко земли тоже можете выбросить. Это обряд, который поможет вам избавиться от преследующего воздуха. Давайте еще какой-нибудь. А если в квартире есть порча, можно каким-то образом устранить? Тоже можно. Необходимо взять куркуму, часть, сделать из нее шарик, но когда будете замешивать шарик, то необходимо взять... Вообще, кум-кум берется. Это смесь нескольких корней. Это куркума, карри, паприка и так далее. То есть, кум-кум лучше. Но я не знаю, у нас в наших регионах кум-кума нет, наверное. Ну, поэтому мы используем карри. Необходимо взять порошок из карри или добавить туда карри и паприку и замешать это с добавлением мочи коровы, так пишется, чтобы получился шарик. Далее, необходимо вот таким порошком с таким шариком, этой пастой, необходимо правой рукой внешнюю часть двери чуть-чуть обмазать. И перед входом необходимо чуть обмазать. Потом взять листки или красные цветочки, любые совершенно, и сверху таким порошком посыпать немножко на такие цветочки и положить в каждую комнату, которая у вас есть. Пусть это хранится 10 дней, также один из цветочков можно оставить, чтобы засох и хранился. Это на один год устраняет любые проклятия, которые могут быть в вашем доме и в вашей квартире. Боже, откуда вы это все знаете? Ладно. Надеюсь, вам это было интересно. Опять-таки, хочу сказать, что это не я придумал, это не со мной связано. Хотите делайте, хотите нет, я ничего не утверждаю. Я просто как человек с хорошей памятью констатирую те обряды, которые широко используются в Индии. Ну, а вы там уже как хотите. Здрасте, подскажите, пожалуйста, имеет ли значение, когда повторяются сны? Нет, не имеет значения, когда повторяются сны. Сны ни о чем не говорят обычно. Нужно бояться снов, которые предупреждают, где человека влазит что-то плохое. Что это может быть плохое? Если это пауки, то тогда вас ожидают неприятности с законом, если в рот прямо влазят. В случае, если, или другие насекомые. В случае, если вы достаете, наоборот, решите. В случае, если в человека залазит черви, то это к изменам. В случае, если стрижете волосы, это тоже плохо. Если одни и те же сны, это как сны доживю. Они говорят о том, что, скорее всего, вы проходите этап такой, который преодолеть не могли. Таким образом, вы его преодолеете и, скорее всего, жизнь ваша изменится в лучшую сторону. Потому что дежавю в жизни живой это плохой знак, а дежавю во сне хороший. Поэтому одни и те же сны это отрабатывание вашей кармы. Если читать мантру на ночь, вам кришна и осуды вае хоре, пара матмане пара татклишеношае говиндае наму намах, то тогда у человека снятся обязательно плохие сны. Это отрабатывание кармы. Они могут быть самые неприятные, самые фантасмагорические, такие как страшные картины, которые рисовал, не знаю, Босх, только отснятые, наверное, Сальвадором Дали или Вермеером. Ладно. Здравствуйте, объясните, пожалуйста, что обозначает слово гаути. Устраняю зло обозначает. Гаути пат обозначает устранять все зло. Или гаути хум устраняю зло из сердца. Обожаю ваши семинары. Зло устраняйте, гаути, это слово. А пара, мат, мане. Парамат это обозначает пара, это высший. А мат обозначает экстаз. Парамат мане обозначает одержать или почувствовать высший божественный экстаз. Парамат мане. Паратат клишинашая убрать все мои кармические прегрешения клиши. Говин дайанамо обозначает используя божественную силу намо дающую мне намах ну можно сказать так силу. При помощи этой силы разрушающие клеши. Вот так. За счет божественной силы. Зачем? Чтобы обрести пара блаженства. Божественное парамат мане пара божественное блаженство. Гаути гаури ганатхари кандали и здесь гаути обозначает гаути обозначает устранение зла. Гаури разные виды зла. Гаути зло тела которое представляется в том что у человека есть там боли в колене боли там вступил во что-то. Гаури сердечные плохие состояния. Ганатхари плохую жизнь. Кандали все что связывает. Откуда вы это? умнамо харидхи харидхи кумари гаури ганатхари кандали матамги кали кали чигимо хигимо хетти хетти харапаца пацав ватхай мураца чигимо хигима шамана ясваха пхура пхува джвала джвали манани дэви сарва самскара карни джитали джвали джвали соха это такая есть мантра она называется мантра чигимо и она устраняет у людей все зло зло чувств зло озабоченности зло плохой жизни зло плохих родителей зло когда вас ненавидят я очень часто говорю эти слова вообще могу сказать вам что очень часто так бывает человек говорит Андрей Андреевич ну вот почему я там хороший у меня все хорошо почему мне не получается зарабатывать деньги я в очередной раз вам хочу эту концепцию сказать смотрите концепция денег заключается в том что к кому течет любовь к тому текут и деньги я говорю это еще раз вы просто не хотите это в очередной раз услышать а к кому течет любовь а я не знаю к тому что кто-то делает для кого-то кто там играется с детьми дети его любят к ним течет любовь а когда не течет любовь вот в чем секрет та любовь не течет не потому что вы что-то делаете или нет а потому что у вас характер плохой просто плохой характер имеете ко всем претензии постоянно всем возмущаетесь постоянно чем-то недовольным собой окружающим миром как едят как спят как думают как общаются и вот я смотрю на людей они все время бурчат знаете бурчание это плохо это не будет денег пока будет такой характер денег не будет почему вас не любят вас никто не любит даже если говорят я так себя люблю нет не любит никто на самом деле я очень часто вижу людей которых никто любить не хочет они вредны ну может дочка любит на расстоянии знаете очень часто вижу таких людей которых невозможно любить потому что встречается человек он такой ну шо самое страшное начать жить с такой женщиной самое страшное вообще она сама зарабатывать не будет муж это самая большая проблема не претензия ко всему миру претензии ко всем людям претензия ко всей жизни она в интернет заходит столько зла делает а это то я это то вы еще не знаете зеленский а вы еще не знаете пукин а вы еще не знаете там это а вот эти а это а потом детям вы что что ты городишь вообще там как ты нарядился во что ты вы на себя посмотри она даже на себя потом смотрит я не такая я не такая куча комплексов куча претензий весь мир плохой добра никогда никому не делали лицо уксуса ходячего или перца не знаю профессора помидора доктора помидора из чиполлина томатусу томатуса итальяно веро и конечно когда таких людей видишь ну ты понимаешь ну какие могут быть деньги или начинают там на улице такие хорошие прямо приложить не к чему домой приходят злейшие враги и там мы муж не такой то не такое то не такое фыркают обижаются как бешеные собаки после этого денег каких денег за что вам денег деньги туда куда течет любовь а к такому лицу не хочет любовь течь ничья глядя на такое лицо хочется наоборот деньги забрать ну ладно простите это у меня просто я не хочу никого обидеть большинстве своем все люди хорошие я это говорил еще раз хочу сказать почему вообще определить хороший человек или плохой невозможно поэтому я никогда не говорю хороший человек или нет почему потому что хороший или плохой человек обозначается поступками которые человек совершает который человек совершает своей жизни а мы не можем узнать какие поступки совершает человек хорошие или плохие а что такое хорошие и плохие поступки плохие поступки по по моему мнению, это когда человек агрессивно хамит, когда человек сталкивает людей между собой. То есть эти плохие, эти плохие, эти, а ты не знаешь, а вот он, то есть делают что-то, сеют семя раздора. То есть вот это, вот это, и ты не знаешь, я тебе расскажу. И потом люди из-за них сталкиваются лбами, начинают ругаться, они сеют вот это зло. Если от ваших слов, написанных где-либо, или сказанных кому-нибудь, в дальнейшем люди переругались, передрались, перененавидели, перевозникали, то вы будете очень за это в ответственности. То есть это, скорее всего, у вас будут в дальнейшем проблемы. Они будут у вас с вашими детьми, они будут у вас с деньгами, они будут у вас, ну, минимально это там в одиночестве проживете всю жизнь. Максимально не в одиночестве, но с тиранами там или еще с кем-либо. Как-то так это все устроено, вот оно так и проявляется. Именно поэтому я часто говорю, хорошие качества, они их нужно дома проявлять. Там за ручку взять, там посмотреть в глаза любимому, чавкающему, беззубому мурлу, как я называю, жертва. Или и себе придумать и перестать говорить, да, он действительно чавкающее, там безумное мурло, вонючее. Был до этого момента. А с этого момента я это выбрасываю. О, мой самый золотой, самый красивый. После этого, как видите, ах, какой ты у меня золотой, какой ты у меня красивый. Ах, какой. Так, там еще мурло осталось. Снова достаю. И снова мой золотой, мой красивый, мой зайчик, мой самый любимый, со мной всю жизнь. Кто же меня по ночам согревал, кто храпел, врагов отгонял. Ах, какие же у нас были семь-восемь минут счастья когда-то там, даже при интимной, когда-то ж были. Так это прекрасно, понимаете. Поэтому для человека очень важно быть хорошим. Для человека очень важно. Хотите денег, проявляйте свою хорошесть близким. Терпите. Вот я говорю, хоть это и не интересно, я в очередной раз повторю. Ну а на какой опыт мне ориентироваться, если не на свой? Ну и могу сказать, что лучше всего мне жилось или живется, что я о себе в прошлом говорю, лучше всего мне живется с моей женой Софией. Почему? Никогда ни разу плохого слова о себе не услышал. Никогда, никакой претензии. Наоборот, только поддержка там. И ты у меня самый красивый, ты самый хороший, ты у меня мой зайчик, и ты мой котик, и там я где-то вредничаю, и она ничего страшного, и там никаких обид. Никогда она меня не обижалась. Никогда человек не обижался. Почему мне не вырасти, скажите? Конечно, у нас все расцвело, у нас не обижается никто. Я не обижаюсь, потому что ни на что. Она не обижается, потому что ни на что. Это большое счастье. Женщины, будьте теплыми по отношению к тем людям, с которыми вы живете. Мужчины, если вы слышите меня, то будьте теплыми обязательно. Кстати, ответ на вопрос, почему Дуйко слушают только женщины старше, от 45 лет и старше. Ну, это неправда, конечно. Объяснение тоже в этом есть. Дело в том, что человек, который живет с 18 лет и до 45 лет, по Эрику Эриксону, который придумал вот эти 13 моделей жизненных циклов, то если человек живет с 18 до 41 года, то у него там время вот это, оно называется временем, по-моему, где человек должен выбрать для себя это, как же он там говорил? сексуальность против изоляции. О, точно, точно. Сексуальность против изоляции. И человек должен в это время понять для себя, что сексуальность это неплохо, что быть кому-то нужным это неплохо, что ухаживать это хорошо, что любить кого-то это хорошо, что можно не любить, а не эксплуатировать. Что это вообще возможно? Для многих людей с 18 до 41 года настолько ярко выражен вот этот сексуальный поиск. Но поиск есть где угодно, в интернете, там еще где-то, еще где-то, а действий нет никаких. Поиск есть, а действий нет. Получается, если поиск есть, а действий нет, то тогда человек борется с изоляцией. То есть он выбирает для себя изоляцию. Не идет навстречу, не хочет налаживать отношения, не хочет над этим работать по-другому. То есть он выбирает для себя путь изоляции. Поэтому для этого возраста очень важно, чтобы человек был ориентирован на то, что это не что-то космическое, что мужчина и женщина, они созданы для того, чтобы быть друг с другом. Что это такие же естественные события, когда ты приглашаешь кого-то, любишь кого-то, когда хочешь о ком-то заботиться, когда о ком-то думать. А вот с возраста от 45 лет и дальше, опять-таки, это не мои мысли еще раз, это мысли Эрика Эриксона, одного из самых знаменитых психологов. И после этого возраста, от 45 до 60 лет, там у него как бы ощущение своей значимости происходит. То есть человек начинает понимать, что ему нужно что-то для семьи, нужно что-то оставить, нужно что-то кому-то дать, нужно... И вот если ты пропускаешь сексуальность, то у тебя проблема, чтобы что-то дать, она может быть очень извращена. То есть ты можешь ничего не дать. Поэтому очень важно идти на встречу, если вам до 41 года, идти на встречу, если кто-то зовет. Идти, дружите там, если кто-то делает предложение, там если там кто-то моргает, то пусть. Если кто-то желает вас, пусть ухаживает, пусть смотрит, пусть любит, пусть встречает, там что угодно. Это важно, потому что это пути. И, конечно, когда человеку некогда, он не создал семью или семья неудачная, и он потом боится, изолирует себя, не может справиться со своими душевными компонентами, то, конечно, такой человек, он не будет эзотерикой заниматься. Как же ей заниматься, если там гормоны, если там сексуальные гормоны, если вся голова занята, и с кем жить, и так далее. И это, конечно, очень сложно. Там нужно еще и не жить, не выживать, не жить, а выживать, еще и потом после 40 уже болезни появляются, и так далее. Уже что-то оставишь, в чем твоя значимость. В чем ваша значимость, нужно было определяться до 18 лет, как раз возраст с 11 до 18, это самоопределение значимости, что я могу этому миру что-то дать, а там с 10, по-моему, до 13, это время, когда нужно говорить ребенку, что усердие самое важное, потому что усердие даст тебе в дальнейшем возможности. Вот это так я по Эриксону пытаюсь воспитывать своих детей. Очень удачно получается, вы знаете, это очень интересная модель, если вы не знакомы с ней, купите книгу и почитайте. Этапы, как что там, этапы Эриксон, 1921 год, и книга его называлась «Этапы психического развития личности». Очень интересно, рекомендую. Есть это, наверное, в Ютубе, можно найти, скорее всего, эти лекции кто-то читает. Я бы тоже мог, я знаком с этим. Так вот, зачем я это все рассказал. Ага, люди говорят, что люди какие-то, которые пишут, они говорят, что да, его смотрят только те там. Но так, а кто должен смотреть? Ну, конечно, человек, который понимает, что он перешел в возраст, когда нужно заботиться о том, чтобы дать что-то своим близким, что нужно себе и крыша, и дом, и нужно еще имущество детям оставить, что уже должны быть накопления, а их нет, что должно быть своя квартира, а ее нет, что должно быть что-то, а этого ничего нет. И что? Когда уже нужно, а что нужно? А нужно срочно зубы лечить, а нужно срочно попу лечить, геморрой, нос от гайморита, зубы от гингивита, поджелудочная панкреатита, печень от жировой дисплазии, почки от пилонефрита, щитовидку аутоиммунного тиреодита, легкие от инфиземы, там, туберкулита, и там сосуды, и кости от ревматита, и так далее, и надо еще что-то оставить, и иногда человек говорит, а как же я могу, если раньше были силы, была энергия, чего-то хотелось, а сейчас этого нет, ни сил, ни энергии, ничего. И человек, он так устроен, знаете, он руки опускается, говорит, что мне делать, как вот девочка написала, у меня травма, и в Испании, у меня знакомых нет, и там, денег для бизнеса нет, и как я могу стать богатой. Прикольный вопрос. Что может помочь? И они, конечно, начинают искать. И, конечно же, начинают искать успешных, и искать успешных каким-то левым путем, потому что хорошо тем, хорошо тем, кто умный, знаете, хорошо тем, кто имел родителей хороших, хорошо тем, кто сумел устроиться и сейчас ворует, там, где-нибудь взятки берет, в теплом кабинете, считая всех людей непонятно кем, но все равно, знаете, там, отсудил, там, купил что-нибудь, там, посудил, там, забрал что-нибудь. Это вообще жизнь. Но не всем же быть такими. Кто-то же должен как-то выбиваться, а если нет успеха ни в чем. Ну и начинает прикасаться к тому, что называется третий путь. То есть первый путь, это путь, когда все дала жизнь. Второй путь, сам все забрал, и теперь совесть мучается. И третий, это третий, когда есть упование на Бога, и надежда, что хоть что-то произойдет. И там есть еще и вот эти темы, знаете, мантры почитать, песни поспеваты, там и так далее. Ну и вот такой путь для себя человек выбирает и начинает использовать. Но там тоже такая модель, знаете, психического поведения человека. Она очень необычна. Часто люди думают, что они купят книгу, ее прочитают и будут знать. Ну так часто даже так и происходит. Но вы понимаете, изучение эзотерики, это путь. Чем отличается эзотерика от религии? Эзотерика это движение конкретной четко поставленной цели, с определенной задачей. Религия это поклонение определенному божеству в надежде, что после смерти это божество за тебя заступится. То есть, если ты верил Иисуса Христа и что-либо совершал, то тогда после смерти он, конечно, за тебя подпишется перед Богом и скажет, да, это мой, он нормально там молился, был наш чувак, поставил свечки, все нормально. Ходил все время, там молился и каялся. А как жил, неважно, Бог всех простит. Он же простил всех. Там и проституток простил, и воров, и убийц, и там всех остальных. Поэтому ничего страшного, главное верить. в эзотерике не так. Эзотерика это наука, которая напрямую связана с йогой, и там есть принципы. А в чем основа эзотерики? В эзотерике есть одна мечта, эзотерический путь, он связан с мантрой как раз что обозначает приблизительно следующее. Мое самое главное желание объединений с Богом, почувствовать блаженство от этого соединения. Блаженство, блаженство его любви. То есть в эзотерике человек стремится к тому, чтобы онлайн, по-настоящему, почувствовать любовь Бога по отношению к себе. И это в эзотерике может произойти. А чем мы чувствуем любовь? Ну, конечно, не головой. Ну, конечно, не телом. Вот если сказать, он с тобой переспал, ты чувствуешь любовь? Ну, нет. Он тебе сказал, что тебя любит, ты чувствуешь любовь? Нет. А где мы ее чувствуем? Здесь. Мы в груди чувствуем. Во всех книгах написано, что там наша душа. Как мне когда-то один человек говорит, да души не бывает, это все чепуха. Это все ерунда вообще. Я говорю, ну, если тебя... Ну, говорит, давай разрежем человеком, где там душа? Ну, если тебя послушать, то тогда и ума нет. Потому что если человека разрезать, то мы ум тоже не найдем. Он говорит, ум есть, за него мозг отвечает. Душа тоже есть, но она находится в другом месте. Тока тоже не видно, но он тоже есть. Понимаете? Поэтому душа находится... А почему, когда мы чувствуем нам плохо в груди? А почему, когда мы радуемся, нам хорошо там? И это, знаете, такая вот особенность. Это тепло, которое есть, и это душа, она в течение жизни развивается. И мы, как эзотерики, одной из наших особенностей, мы хотим почувствовать любовь Бога душой. И в этом нам не помогут знания. Никогда, никакие. Да, знания могут нас подтолкнуть, но мы, в отличие от тех, кто получает знания и складывает их в папку, никогда не наедимся. Потому что человек, который идет по пути накопления знаний, и по пути обогащения, и по пути накопления знаний, и по пути накопления денег, и по пути там со всеми переспать, и по пути там, я не знаю, стать самой красивой, самой умной, самой знаменитой, он никогда не будет удовлетворен. Никогда. Невозможно удовлетвориться этим. Если рисовать существо, которое идет по этому пути, то его можно нарисовать так. Большое голодное, маленькая голова, потому что гормоны мучают, с огромным ртом, безумным таким, челюстью такой огромной, жующей, и сколько, и огромным туловищем. И туловище хочет, оно все время есть, но ему мало, мало, потому что туловище все больше и больше, оно все разрастается, и не может никак угомониться. Все, потребности, потребности, больше потребности. А есть другой путь. А есть другой путь. Это путь эзотерический, когда человек ощущает и начинает в себе, не просто знает, и, допустим, человек покупает огни книжки. Вот есть у нас много учеников в школе, которые думают, что пройдя ступени, зная эту информацию, этого достаточно, как они изучали химию, физику и так далее. Нет, эзотерика и знания эзотерики, они приводят человека к тому, что человек должен использовать методы. Один метод из них, самый важный, это, допустим, может быть на первом этапе чтения мантр. Оно расширяет душу и создает эту коммуникацию. Почему мантр? Мантры очищает. Зачем читать мантры? Ну вы чистите зубы, чистите, умываетесь, умываетесь. Но вы таким образом очищаете свое тело. А мантры читаем зачем? Ну мантры очищают душу. Человек говорит, так а зачем? А сколько читать мантры? Сколько читать мантры? Ну вы каждый день чистите зубы, да? Вопросы есть? И к этому нужно именно так относиться. Нужно относиться к этому, как будто это процесс очищения. Второе, медитация. А что даст медитации? Как ее практиковать? У меня не получается. Ребята, есть уникальная медитация, которая 100% может вас привести напрямую в руки Бога. Вы напрямую сможете почувствовать, что такое любовь Бога по отношению к вам. Это медитация, когда с закрытыми глазами, чтобы вы не видели, произносите, это не я, а где я. И все, что там происходит, ваши сознания, какие-либо картинки, считайте, что это не вы и не ваш. Таким образом, плавно, даже где я будет находиться, где-то далеко, а вы почувствуете свою бестелесную, невероятную, большую и невероятно добрую такую детскую душу. И она со временем выделится, и вы нырнете в бесконечный океан любви, экзальтирующее состояние радости и счастья, паратмы, и начнете это ощущать. Но это путь. Нельзя ребенку родиться и побежать, как Будда это сделала, Валакитишвара. Мы, к сожалению, обычные люди, и нам для того, чтобы этот путь пройти, нужно делать или нужно этим заниматься. Что могут дать человеку? Вот какие бывают медитации? Ну, какую-нибудь, какие-нибудь медитации такие знаменитые вспомнил. Там Сайбаба. Сайбаба в свое время делал наставление, говорил, одна из самых важных медитаций, это медитация пяти элементов. Вы, наверное, знаете, о чем я говорю. И говорил, смотрите, какие бывают пять элементов. Ветер. Если у вас есть проблемы и мысли вас беспокоят, представьте, будто ветер дует вам лицо. Концентрируйтесь на этом, и он сдует все ваши дурные мысли. Легко. А гора, в случае, если в жизни все очень подвижно, семья распадается, деньги забирают, все очень, то представляйте себя горой. Как легко, оказывается, видеть. А вода, если ничего в жизни не происходит, если никак ничего не происходит, если жизнь обусловлена одними и теми же событиями, то представляй себя водой. Представь, будто ты волны, которые бьются о берег, оттекают от тебя куда-то. Мне тяжело жить, но если тебе тяжело жить, то тебе нужен воздух. Представляй, будто ты воздух прозрачный, голубой, бесконечный, как большие бесконечные облака. А если нет сил, тогда космосом, потому что в нем есть все, и планеты, и солнце, и тьма, и свет, и все, что тебе необходимо. А переходим в другое, это уже другой сказал. Кто там сказал? Ну там, давайте вспомним из мистиков таких, да, ну кого-нибудь, Аурабинда, ну давайте Аурабинда. Он говорил, земля, земля, это самое важное, это мать земля, проси у нее, она всегда дает, вот медитацию на то, что земля тебе дает. Он даже рекомендовал, представь, огромное количество богов, которых ты знаешь, представь, будто они стоят в круге, и у тебя в этом круге стоит мать земля, ты перед ней кланяешься, говоришь, мать земля, я чувствую твою любовь, я хочу с тобой потанцевать, прими у меня там мои болезни, дай мне выздоровление, или трансцендентная медитация по паладжи, или там по с пайлоту бабе. Он говорил так, представьте, будто вы сидите на земле, но представьте, будто вы в космосе, а это зачем еще, что это может дать? Ну, человек, живущий на земле, это человек, который обусловлен одними и теми же событиями своей жизни, ему тяжело. И избавиться вот посредством психологических доктрин, там, по Бекку, или по, так кому угодно, знаете, достаточно сложно, потому что для этого надо знание, необходим опыт, необходима еще психическая энергия, необходима концентрация, а то как мои мысли, мои бегемоты. И, конечно, в этом случае необходимо какой-то метод, который бы мог обычному человеку без заморочек там отпустить, допустим, у человека такое горе, ничего не может сделать. У человека такие мысли, он не может никак с ними справиться, его беспокоит что-то, вот он чего-то хочет и не может никак сообразить ничего. И человек говорит, такое ощущение, как будто я в ловушке жизни, или живу не с теми, живу с нелюбимыми, что-то такое происходит. И вот он говорил, избавьтесь от этого, каким образом, это все с вами на земле происходит, а вы выйдете в состояние космоса. И если вы выйдете в состояние космоса, как это делается? Закрытыми глазами в состоянии неподвижности человек представляет, будто он лежит в космосе, спереди звезды, снизу звезды, слева звезды, справа. И это он называл состоянием трансцедентности или состоянием вне приземленности. Вот вам минимум самых простых медитаций. Нужна ли концентрация? Да нет, слушайте, нет таких людей, которые могут сказать, что часами в медитации. Часами в медитации занимаюсь трансцедентной медитацией. Я часами могу и заниматься, вешу в этом космосе. Нет, наше сознание так устроено, что оно постоянно динамично, ему что-то нужно. Это будет так, представили космос, уже нету этого космоса, там пойдет и там что купить и так далее. Почухались, а точно, надо же представить там и так далее. Да вот эти секунды, когда вы представляете и есть медитация на самом деле. Знаете, мне пришло сообщение и это сообщение, оно такое, вы белые, розы, нужно купить зимой. Все, смотрите, белые розы можно купить зимой, а все остальное это шум, но сама же идея есть, поэтому ваши вспышки, где вы представляете себя в космосе являются тем, что вас настроит. Ну и говорить о медитациях, они могут быть самые невероятные, самые необычные, самые продвинутые, самые, какие угодно, медитациями вообще можно назвать ваши путешествия, когда вы идете между автобусной остановкой или трамвайной, через подъезды или через какие-то парки или через какие-то дворы к себе домой. Идете и видите, ой, красивая природа, и люди там живут, и так приятно, а как же они там живут, и вот такие, а какая же погода. Это медитация. Почему? Потому что в обычной жизни у вас в голове другое, а здесь вы идете, у вас медитация. На что? На природу. А это что дает? Ну, еще раз повторю, деревья дадут стабильность, рост, жизненный рост. А там на небо вы посмотрите, вы уже знаете, что даст. А на птичек, но прекрасное, полет души, полет, наверное, творческих идей. Поэтому в эзотерике очень важно заниматься. Это очень важно. Занимайтесь, читайте коды, занимайтесь медитациями, занимайтесь чтением мантр. Если человек занимается эзотерикой на протяжении одного года, то ему нужны мантры. Даже в книге моей, вот книга эзотерика, основа эзотерики, да, как она у меня называется, видение в эзотерику школы Кайлас. Почти в каждой книге есть мантры. Нет? Оказывается нет, да. Ну, о, есть, есть. Почти в каждой книге, потому что я раньше это очень много давал. Видел я только, что есть тут мантры. Ну, может, немного, но в каждой есть. Вот они. Называется «Практики начитывания мантр». Вот, видите, показываю. Почитаем, какие здесь мантры. Мантра избавляет от любого энерговоздействия. «Тадьята ом хри смрути смрати в джаэс ваха праджна пармитаяй сарва дургатис вадхаяра джаэс ваха». Мантра очищает судьбу от обид. «Тадьята кала кала кили кили вири вири хуру хуру муру муру каруне расми сан судьи тэ агаща гарбха» и так далее. Ну, это ж мои мантры, я их полжизни читал. Мантра «Радха хикшина» Та ж язык аж поломать можно. «Смара смара висмана» «Скара маха джапахум» И вот мантры такие можно читать по утрам. Проснулись и почитали эти мантры утром. Это так приятно утром или вечером. Это как умыться. Почитали мантры, потом со временем переходите к чтению кодов. Потом к ментальным практикам более сложным. Делайте медитации иногда. Это эзотерикой нужно заниматься. Эзотерика — это познание прежде всего своей души. Это познание души, познание чувственного аспекта. Наша школа и наша эзотерика, моя конкретно, она основывается на идее, что душа управляет этим миром. И душа с чувствами управляет. Я говорю все время делите чувства, потому что это основа души, с эмоциями, которые выделяются, как правило, не душой, а создаются гормонами. Поэтому не предавайте любовь, она важнее, чем, допустим, секс. Можно поругаться, но все равно любить человека. А можно, не любя, находить тысячу поводов, чтобы жить мирно, и все равно разбежитесь, потому что чувства не возникли. И вот чувства — это важно. Метод глины первой ступени для лечения принимать дистанционно можно. Очищение дома. Можно применять код от влияния на морфоне? Можно. Что можно сделать, чтобы кармические долги не имели влияния на моих детей? Или это как проказа? Вымолить можно. Можно вымолить. Или пройти всем вместе мой семинар, который называется «Проектор». Я провожу там такой обряд. Убираю вот такие долги. Ну, как будто не в школе. Там уже... Есть такой семинар у меня называется «Порчи с глазами. Обрядовая магия». Вот в обрядовой магии я даю там сотни методов, десятки, сто процентов методов, как убрать вот у детей родовые вот такие карму родовую. У меня есть два стенда. И пью я от холестерина. Но он, врач, говорит, что надо один быть. Семейный врач запретил пить от холестерина таблетки. Что они ниже нормы. И попаду дурдом. Что мне делать? Слушайтесь врача. Возьмите третьего врача. Если третий врач скажет, как один из первого или второго, то тогда два человека умнее, чем один. Потом можно еще к четвертому обратиться. Если четвертый скажет, как предыдущие два, то тогда это сто процентов так. Но хочу вам сказать, что наверняка, применяя препараты от холестерина, статины, вы однозначно не попадете в дурдом. Это неправда. Статины не приводят человека к тому, чтобы он в дурдом попадал. Поэтому врач вам чуть-чуть... Вот тот, кто сказал, что в дурдом попадете, зря он это. А вы знаете, есть исследование в lepidjournal.com. Это такой англоязычный журнал, интернет-издание. И там сказано о том, что в случае, если человек принимает каждый день по столовой ложке кукурузного натурального масла, то у него снижается за счет этого холестерин. И он худеет. Снижается ли? Да. Я проверил это на своих близких. Снижается. Да, вот вам. Поэтому статины, может быть, и не нужно. Сейчас есть исследования, которые говорят, что статины не всегда безопасны. Здравствуйте, уважаемый Андрей Андреевич. Скажите, пожалуйста, как можно заговаривать вещи или предметы на удачу? Например, спортивный инвентарь или ручку. Берете спортивный инвентарь или ручку, закрываете его и представляете его существом. И говорите, я обычно представляю котика. Котика. Или представляю еще кого-либо. Но обязательно животное. Нужно маленького человечка. Говорит, ты мое счастье, ты мое золотое. Делай, как я тебя научу. И вот ставите программу. Потом говорите, понял, понял. Не сразу используйте, пусть лежит. Делайте так каждый день в хорошем настроении. Так происходит навязывание программы. Благодарю за то, что помогли мне. Ваша поклонница прошла первую ступень. Невероятно счастлива. Помогите у меня ангина. Очень плохо себя чувствую. Берете сейчас прямо яичный белок. Разводите его с водой теплой. С одного яйца на один стакан яичный белок. В теплой воде. И вот этим белком полоскайте горло. Так же водичку эту пьете. И ангины не будет. Самый простой метод избавиться от ангины – это люголь. Берете люголь, смазываете, обматываете палец бинтом. Смачиваете люголем и обтираете себе носоглотку. Полоскание солью еще помогает. А вообще хорошо помогают антибиотики. Какие? Аугментин. Ампицилин. Ну-ка, вот же вы ничего не будете. Добрый вечер, Андрей Андреевич. И на всички приствовщие от Болгарии. Добрый вечер. Ох ты ж, столько разговаривали ни о чем. Вот это да. Подскажите, в каких случаях можно дарить часы? Может есть исключения? Муж планирует подарить. Да если есть любовь, ее ничем нельзя разделить. Ничем. Поэтому дарите, принимайте, все в порядке. Вам можно дарить. Мужчина женщине может дарить. Женщина мужчине лучше не нужно. Вообще, лучше не дарить часы, если вы на протяжении года муж жене подарил часы, то уже пусть жена мужу не дарит ни в коем случае. Уже на следующий год. Здрасте, помогите маме вылечить псориаз на руках. Растит четырех детей, сын умер у нее. Нет, нет, я не помогу псориаз на руках убрать. Это очень сложное заболевание, аутоиммунное, еще и психическое, еще связано с бактериями. Нет, нет. Есть вот целый ряд клиник, врачей, они великолепно лечат. Нет, я нет. Тем более вот так во время вебинара. Нет, нет. Sorry, извините. Татьяна Бондаренко, низкий поклон вам. У меня есть препарат, называется изотоновый бальзам. Вот им смазывайте, псориаз внешне будет исчезать. Как лучше бороться с холестерином, лекарством или пищей? Активным дыханием, длительным сном и приемом кукурузного масла. Это самая лучшая борьба с холестерином. Эта практика офигенная. Спасибо, пожалуйста. Дарить часы? Уже ответил. Пожалуйста, почему? Округ нас дочка и много близнецов от соседей, родственников, друзей и так далее. Говорит о том, что вам с мамой нужно жить отдельно, скорее всего, друг от друга. Ученица седьмой ступени. Усугубляется состояние нелюбви к себе, какая-то окаменелость, бесчувственность человека, автомат, суета. Купите белые четкие. И каждый день белые. Это из жемчуга или такие из белого, там, оникса, или из белого камня. И каждый день работайте с ними. Также смотрите на белый лист бумаги. Просто сядьте и смотрите на белый лист бумаги. Вот это состояние нелюбви к себе исчезнет. Как это работает, мог бы рассказать? Просто сейчас не могу. Подскажите, что на спине шевелится и двигается? Это у меня давно. Что это может быть? Это у вас невралгия. Обычно при воспалении корешков позвоночника, нервных тканей спинномозгового мозга, при воспалительных процессах, допустим, при развитии герпеса, при развитии каких-либо инфекций, которые могут появляться и проявляться в ликваре, может происходить возбуждение и воспаление корешков. Вот такое возбуждение и воспаление корешков называется обычно невралгией. И оно может ощущаться, как ползание по спине. И радирующая боль. Оно очень, как при неврологическом заболевании, допустим, опоясывающий лишай. Все нормально. Такое может быть. Это неврологические болезни. Любой неврологический препарат. Пусть невролог назначит, а также можно курс антибиотик. Я когда вас вижу, я всегда вам желаю процветания в бизнесе, огромного уважения, любви. Такое есть все. Такое есть все. Зачем мне желать? Вы себе пожелайте, пусть у вас будет. А я очень состоявшийся человек. У меня все есть. Смотрите, процветание в бизнесе есть. Огромное уважение. Ну, мне не особо это парит на самом деле. Любви обожаю. Главное, чтобы у меня было желание. Здоровье тоже нормально. Я же провожу курсы и там сам дышу и сам работаю. И мне этого хватает от курса до курса. Понимание счастья всей семьи тоже. Но вы можете не желать. Почему? Я могу сказать, вы меня и так любите. И мне об этом говорить не нужно. Это естественно. Почему я так считаю? Ну, если бы я не выходил к вам, не делал ничего для вас, то вы бы меня и не любили. Это так вот мир устроен. Знаете, я делаю что-то для вас. Вот сижу, рассказываю. Рассказываю о вас. Рассказываю об идеях, там, философии, психологии. Это же по идее готовый семинар. Знаете, и из-за того, что это происходит, вы меня любите за это. А раз вы меня любите, то в мою сторону течет любовь. Ура! Поэтому можете не говорить, я и так знаю, что вы меня цените и любите. А я вас. А я так счастлив, я так рад, что кто-то счастлив. Анастасия Васильева. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Подскажите, мне начать заниматься, чтобы зарабатывать деньги с рисованием или пройти семинар «Ментальное целительство»? С рисованием будет легче вам. Здравствуйте. Скажите, правда, что в конце месяца перед сном прочитать мантру «Темные тары» и представить, будто взяли глаза закрытые и положили под подушку, поможет зрению? Правда, да. Это называется «Глаза под монетры». Может быть такое, да. Есть такой обряд. Но не один раз надо, а там 7 тысяч раз надо, 4 тысячи раз надо прочитать мантру. А это называется «Работа садхак». Можно вымаливать за двух сыновей, да. Сразу, да. Ну ладно, все. Терпнет правая рука, проверьте позвоночник. Мне 36. Супер. Супер. Вам есть к чему стремиться. С 33 лет вас слушаю. Ой, классно. Здравствуйте, Андрей. Вообще, почему с человеком неприятности случаются? И почему рядом живут с вами вредные люди? Это все связано с тем, что вы смотрите видео, где говорят «Мечтай как можно больше о чем-то большом». Получается, когда человеку необходимо чего-то большого достичь, он должен очень много работать. Для этого надо энергия, либо обидеться на кого-то. Ну вот потом и появляется задача поставлена, мысли созданы. Теперь ждите неприятностей. А если вы хороший человек, у вас неприятности по жизни не написано, то кто их вам должен создать? Близкие. Ох, как я хотела, хочу такую вот себе квартиру. Все, теперь вас будут пилить. Когда ты начнешь работать, сколько можно, ты некрасивая, тебя воняет. Все, вы на правильном пути. Обижайтесь и много работаете. Когда всего добьетесь, купите эту квартиру себе, они изменятся мгновенно. Щелчком пальца это произойдет. А, вода пропускается. Здрасте, может ли что-то эзотерически означать тот факт, что в дом часто затекает вода, если не через крышу, то в окно, кран, стену, одну дырочку ремонтируешь, другая появляется. Это говорит о том, что энергетически помещение нечистое. И энергетически помещение не поставлено защита. Также, что я рекомендую делать? Необходимо энергетически закрыть ваше помещение. То есть, вы же знаете, как это делается. Обвели, сожгли, запустили туда свет, яркий свет. Начитали мантрум. Катеви, катероса, грасамани, соха. И после этого можно каждый день читать мантрум. Катеви, катероса, грасамани, соха. Почему? Это духи, которые создают воду. Такие духи тоже есть. Обычно это духи лилит, холодные духи, водяные духи. Духи воды. Как духов воды устраняют? Разжигают костер на блюдце. Умывают лицо, умывают огнем всю квартиру. Берут камфору. Берут вот такие... Сейчас даже покажу, как выглядит вот такое приспособление. Вот такое приспособление. Кладут сюда пять кусочков камфоры. И вот ходите и читайте. Мантрум, катероса, грасамани, соха. Вот так по всей квартире мысленно представляю, будто вы эту квартиру как бы... Можно огнем этим вот так ее как... Омывать. Вымойте квартиру огнем. Такое, кстати, приспособление можно приобрести у меня на сайте. дуйко.маркет. Это приспособление для как раз вот таких обрядов. Это обряды холодных духов или духов воды. Действительно, такие духи есть. Это духи лилит называются. И они существуют. Духи воды. Красивый за мой фон? Конечно. Планета. Как сюда? Держу люну. Держу люну. Спасибо за ваш труд. Сын лунатик. Как ему помочь? Когда он будет спать, встаньте, налейте серебряную воду. Купите серебро медицинское. Простите. Купите медицинское серебро, активное серебро, там жидкости. И разбудите его и правой рукой вот так ему вымойте лицо. А потом во все четыре угла комнаты, где он спит, вот эту воду повыливайте. В одну, вторую, третью, четвертую. И он перестанет ходить. Также перед кроватью можете вот так ему полить такой водичкой серебряной. И такая серебряная водичка может помочь избавить ребенка от лунатизма. Ну что ж. Если вам понравился данный вебинар. Если вам это было интересно. Получился очень необычно. Давайте сейчас скажем. Эзотерик об эзотерике рассказывал. Да. О психологии тоже рассказывал. О саморазвитии. Ну. Сложно сказать. Давал обряды, давал. А советы тоже давал. Ура. Получился великолепный. Эзотерический, психологический. Эзотерический, саморазвитический. Эзотерический, обрядовический. И эзотерический советчиковский. Великолепневский. Эзотерический вебинар. Ну и нам всем прекрасной недели. И прекрасного вечера. И прекрасной жизни. Давайте держаться. Давайте любить. Давайте помнить доктрины. что любовь это прекрасно, что ощущение любви в себе необходимо развивать. И это гораздо важнее, чем ощущение давания кому-либо любви. Давать любовь каждый может, а вот попробуй ощущать любовь от плохих и хороших людей, от плохого и хорошего мира, от плохого и хорошего Бога. Вот это необходимо в себе развить. Это и есть наш самый важный эзотерический путь. Ну что ж, до свидания. Женечка, выключишь? Женя. А я сам выключу сейчас. Так, где тут выключать? Я сейчас выключу, все нормально. Продолжение следует.